В настоящее время ежегодно заболевают туберкулёзом около 9 миллионов людей и около 3 миллионов в год умирает. Заключённых Донецких колоний больных туберкулёзом будут лечить передовыми методами. Программа, которую будет реализовывать Международная организация «Врачи без границ», заключается в оказании помощи заключённым больным мультирезистентным туберкулёзом на территории Донецкой области. Когда государство изолирует людей, тех, которые совершили преступление от общества, оно, естественно, берёт на себя обязанности по его содержанию, по его лечению, государство должно заботиться о людях, которые находятся в местах лишения свободы. По словам Юрия Приходько, это довольно-таки непростая задача, поскольку в местах лишения свободы находятся люди, которые вели неправильный образ жизни, возможно, не имели постоянного места жительства, не следили за своим здоровьем, не проходили медицинское обследование. В поступлении человека в пенетициарную службу, в учреждение нашей службы, мы проводим с ними сразу работу. Мы их обследуем, выявляем больных, выявляем больных на туберкулёз или на другие болезни и принимаем меры, естественно, к их лечению. Это мы делаем то, что многие из наших, так сказать, подопечных не могут или не позволяют, или не хотят сделать это тогда, когда они были на свободе. В настоящее время в пенетенциарной службе на лечении находится около 22 тысяч человек. Из них больных активной формой туберкулёза около 3%. Это приблизительно 600-650 человек. И около 9% – это люди, которые переболели или находятся под наблюдением. Кроме лечения больных, организация «Врачи без границ» планирует внедрить новые методы молекулярной диагностики, которые пока нет в Украине. Также будет поставлено лабораторное оборудование, которое сможет определить заболевание в течение полутора-двух часов. Также будет работать компания сопровождения пациентов, бесплатные лекарства, социальная помощь, оплата транспортных расходов. Мы планируем в ближайшее время закупить автотранспорт для того, чтобы исключить открытые формы туберкулеза. Вот когда заключённый освобождается из тюремного сектора, чтобы его отвезли в клинику, и он не ехал общественным транспортом, не добирался самостоятельно, не тратил свои деньги, его просто доставляли в клинику. Благодаря чётко организованной системной работе по профилактике и лечению туберкулеза, за 10 лет в исправительных колониях Донецкой области удалось значительно снизить число больных туберкулезом. Начальник управления пенитенциарной службы в Донецкой области Юрий Приходько сообщил, что в 2001 году число больных составляло 4987 человек, уже в 2011 году – 1275 человек. Это свидетельствует о том, что те меры, которые принимаются, дают результат. Кира Думская, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.